Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моего ФФА сериала. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра и не забывайте, что в комментариях не стоит спойлерить и оскорблять участников партии. У меня ещё какие-то проблемы нет. С третьего раза только она запустилась. Почему-то Так, ну что у всех? А, ну вы ещё не загрузились, наверное. Ну я загрузился. Ну а я как всегда последний. Ну то есть алтаймер не идёт после сейва, так что пофигу. Так, я, когда мы заканчивали эту игру, я вот стал беспокоиться об этой армии. Я боюсь как бы... Сириус не планировал нападать на меня и по суше, и по морю. Вот так. Надо ли мне строить наземную армию? Я вот думаю... В Хайдер Аббат перекинуть. Он у нас чисто на производство будет. Пожалуй, всё-таки построю здесь шахты на уране. Так, и пусковую... Проблема с пусковой шахтой. Получается, только тут её могу построить. Интересно, насколько вообще атомные бомбы летают. Одно ядерное устройство. И где это ядерное устройство? Насколько оно... Правительство Испании сменилось на коммунизм. Лёш, присоединяйся к нашему коммунистическому блоку. Да я-то с удовольствием. Мне бы его открыть. Ну? Блин. Термоядерное устройство открывается. Ну, блин, всё. А, там уже было открыто. 16 единиц золота. Блин, да сколько клеток оно летит? Хорошо. А если я так посмотрю... Пусковая шахта. Непонятно. Понятно. Науки вроде... Науки вроде... Одинаково, а мы уже в коммунизме. Ну, хотя он у испанцев... Потому что коммунизм-то за счет культуры берётся. Я бы... Ну, я имел в виду, что культура одинакова. Не знаю. А у тебя есть... У тебя был три фабрики? Ну, блин... Три фабрики давно есть. Я думаю, там даже и шесть фабрик есть. Следует... Ну, без понятий. Ну, без понятий. Так... Посмотрим. Слушай, Сириус, а я тебе кидал предложение дружбы? Ааа... Я тебя кинул. Так вы не в союзе? Ну, он закончил с этим ходом. Ну, у меня нету предложения, нету невозможности тебе кинуть, честно говоря. Правильно, надо начинать войну, потому что вам уже... Я считаю... Это мне что-то влом как-то? Да не, не, ребята, война это единственный выход для вас обоих вещь. Как по мне. Как вот именно, что как по тебе. Я вас могу... Смотрите, я могу занять нейтралитет, могу вам обоим помогать. Отлично, прекрасный план. А как ты будешь помогать нам? Ты по-честному. Ну как, денежку там скидывать? Ааа... Да, и так улетать потихонечку, да? Юнитов тут дарить нельзя, да? Так, а у кого-то больше всех науки? Ну так-то по техам мы ровно. Но вообще у Испа... О, у меня больше всех науки. Поехали. Больше всех науки... Больше всех науки... Ну как, мы тут рядом со... Ну вообще у бразильцев-то не много науки по-хорошему. Я об этом же... Я вам не угроза. Вот вы друг для друга... Но он впереди. Самый настоящий. По техам. Поэтому... Космопорт строится в Рио-де-Жанейро. Все понятно. Я уже поменял, я уже поменял. Вот я так, на будущее. На будущее. У меня есть все будущее. Ягодберг Космопорт даже не открыл. Не то что строить. Да-да-да. Это правда. Ну Лёш, ну меня просто Сергей Королёв, он тут это обязан. О, а что это тут за армия приплыла? Я ГГшки, у которой около тебя должны быть. Он один. Единственный. То есть ты ещё не нашёл до сих пор? Нет, а у тебя три ГГшки. Плыви вниз тогда. ГГшки внизу. Он один. Хорошо, спасибо. Кстати, вот по поводу... По-моему, вот тут всё-таки забагован вот эта прочность у военного района. Она у него меняется только после загрузки сейва. Потому что когда вот стена, я помню, строил стену где-то средневековую, а у района прочность не поменялась. А вот когда загрузили сейв там потом, у него поменялась прочность. Прочность стены этой. Как и стены Возрождения. Никто не замечал ничего такого? Да, я замечал, у меня в одной из прошлых игр была прочность военного района 22. Практически всю игру. А загрузили потом сейв на игру и нормально 90 стало. А, ну да, это как раз я с тобой играл. Ты за Германию когда был, да? А, да, да, да. Блин. Не, ну надо открывать эти атомные подводные лодки. Где-то у меня уже была заготовочка. Союз предложил Испании. Бразилица, ты француза будешь допиливать? Да, мне два города осталось. Следующим ходом, наверное, возьму. А, я хотел проверить, вот если у меня корпус и вот армия третья. Типа уровня, они вместе смогут встать? Ладно, пока. Ход. Но у них, кстати, я вот урана у них не вижу. Например. Так, что у меня по городам-государствам. Надо в женил еще одного посадить будет. Хотя, блин, наука тут уже, по-моему, не роялит. Честно говоря. О-о-о-о. О-о-о. О-о-о-о. Лапаешь в истребителей. Да, пришла рапать их. Ну, у него золото есть. Не знаю. Ну, так-то выглядит, что я вроде в атомную... Или я раньше вышел, или у них просто не... Так, вот давайте посмотрим. Вот тут нету как бы... Так, испанец принял союз. Тут как бы нету обработанного урана. Вообще, где у нас уран? Он примерно одинаково находится. Тут. Тут. Вот уран тоже не обработан. А это у бразильца. О, мне надо эту клетку купить. Ага. Не могу, к сожалению. А жаль. Блин, у меня какая-то хрень произошла. В общем, я закончил ход. Сейчас его отменил. И у меня висит юнит ждет приказа. Но при этом у меня юниты все походили. И ни на какой юнит не перекидывает. Попробуй поискать какого-нибудь. Такое бывает. Надо найти какого-то юнита, который не походил. Да нет, я же уже заканчивал ход. А что, таймер не тикает? Нет. На первом ходу после сейла не тикает. А это все один ход у нас? Это еще первый ход, да. Да? Ничего себе. Мне кажется, что два прошло. Блин, ну трындец. Ну это хрень. Я уже просто взял, походил к каким-то юнитам. А у тебя клавиш назначен на следующий юнит? Да, да. Не перей, не работаю. Нашел. Ну вот я просто выбираю юнит, походил им, да, на него перебрасываешь, что он не походил. Я заканчиваю им ходить, все, и все равно висит юнит ждет приказа. Блин. Зачем я зашел? Хотел в городе переставить. Так, shift, enter не работает. А, Сириус, а ты можешь закончить ход? Да. Все, вот, закончил. Нет, все равно никак. Звечек на автомате у испанца. Такой бывает, заканчиваешь ход, потом такой бац, все равно, тип. Но на него не переходило на него. Сейчас? Ну, сейчас обнаружил чудо, которое у твоих границ? Че, че? Индия больше не стремится к научной победе. Ничего себе союзник сообщил. Не понял я. Союзник сообщил, что Индия больше не стремится к научной победе. Ну да, все. Именно вот так вот. Все убрал. Все с науки. Видишь, у меня было 312, а стало 299, а? Ааа, понятно. Ааа, понятно. Так, значит, соединяем. Че, не соединяется? Ааа, я ж не открыл мобилизацию еще. Тьфу ты. Забыл. Совсем забыл. Так, на производство. Адра. Вашингтон 4. В Калькутте. Вообще, сейчас надо будет бомбы строить. Вот так, на один ход все. Ну, у тебя тут армии подлодок. Че нет? О, гагрешки пошли. Блин, барьерный риф красивый. Жилище, зараза. Рыбки плавают. А морской курорт-то, оказывается, еще 4 голды дает? Да. И туризма кучу. Кстати, а что у нас по туризму? А сколько туризму он дает? Не, по туризму все норм. А по религии? О, Франция практически победила. Ну да, победила. Блин, тут столько как по еды и производства. Так жалко разрушать. Может не разрушать. М-м-м-м. Ладно. Так, все из Хайдарабада. В Хайдарабад. Блин, бразильские подлодки плавают. Не в кругосветке, не мешаем. Пользуйтесь 2GIS для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. М-м-м. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я оборонительный союз попытаюсь со всеми заключить Бразилия начинает проект Манхэттен Большинство городов Испании теперь исповедуют собственную религию Субтитры сделал DimaTorzok Так Бразилец, бразилец, оборонительный союз Испания, оборонительный союз Все, нету француза Вот и остался Вот и точнее начался мексиканский тупик Блин, твои кэш армады тут, испанец Напрягают Да, ну ладно Нет, напрягают Так, кстати, я хотел проверить в итоге Ага, защитный пакт с бразильцем О, отлично Даже можно Если корпус соединяется с одиночным юнитом третьего уровня, например То все равно уровень по самому большому юниту дается Круто Это важно, по-моему Да я к тому, что можно сразу вообще корпуса строить А не одиночные Так, давайте авиацию откроем И апнем подлодку Сейчас тут три хода, а сейчас девять Пускай танк достроится вообще Блин, мотать в самый низ Семь ходов, два лада, пускай достроится Здесь три восемь тоже пускай достроится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Серьез принял защитный пакт И вот что-то не совсем понимаю Вот в ветке этих цивиков написано, что демократия дает бонус к продукции проектов А в правительствах пишут, что просто бонус к продукции в районах Как это понимать вообще? Ну, районные проекты То есть, если ты решил взять демократию, чтобы у тебя быстрее ядерные бомбы, например, строились То есть, что ты не прав Это для проектов от районов Так, кстати, давайте я радио изучу Раз у меня цивик просит А, ну у меня радио по-любому Так, надо идти Что-то у фашизма какая-то иконка, указывающая палец Ну, типа тоталитаризм Все дела Серьез, а ты походил? Нет еще То есть, то нарисована иконка, как будто ты походила Написано, ожидание игрока Так, ладно Субтитры сделал DimaTorzok Так, надо мне подводную лодку апнуть и против бразильца Ого, хоть доработали недостаточно удовольствия внезапно Это плохо Табак Но вот чая нету Нету чая и нету ртути у меня Так, надо мне подводить Но тут нечего менять Может и тут? Будут повырубать лес, чтобы бомбы быстрее Да, давайте Хотя, вот тут электростанция достроится и будет За один ход, я думаю, строится строитель У всех со всеми союзы Кстати, у бразильца урана нету, похоже? Или есть у него, Леша? Есть Хочу тебя, он не может, он не может, а, хотя нет, он может строить, но есть у него уран, есть Так у всех есть вообще-то Тут сбалансировано Просто еще раз следующим ходом только открою его Он есть у всех Испания узнает, что на морском курорте у потерянный город очень полезно загорать Чего я узнал? Ты пропал просто Что в курорте у потерянный город, потерянный город в кавычках Очень полезно загораться? Очень полезно загораться 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 у американцев вообще весь лес вырублен сурово там так отличненько но охота строитель ладно приведу этих рабочих слушай ты в курсе что твои истребители клетки оказывается занимают вот и занимает ну вот видишь ты их в центре поставил да да я то я не могу поставить танк как бы считается что тут юнит находится и а и и и и и Продолжение следует... 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 да он и вокруг меня и микро я просто кружу посередине а мы насторожены через на фото тут у марселя образились какой флот у марселя это мой флот он границы стережет а твой вот в нейтральных водах арт твоя армада стоит бедный и салим только один лёша отправил один одного посла никому не нужно это квест скорее какой-то выполнил мне нет ни одного святого места смысл у меня туда посланников отправлять есть в париже по моему все больше нигде серьезно слушай так у меня есть пророк интересно я могу религию основать и все в париж а это у тебя в париже блин я думал ты сказал это у меня в париже сириус чё началось я кнопочку горячую которая назначил 3 3 началось да как ты а это из-за француза блин почему ну смотри я француза по идее вынес а слот там еще кажется остался ну че можно сейф сделаем и загрузим ну да давай если еще один будет давать тогда сделаем заодно посмотрите у кого вот этот в друзьях может быть что заодно посмотрите у кого этот не кот в друзьях у меня нет у меня там всего друзей 15 с ними нет че я вру то меньше намного здесь даем и ничего тогда загружаем так ну что запускаю дальше а а бомба вот этого кикнули но ему нету среди списка написано что у него соединение установлены его среди списка игроков нету мы все перешли а вот бомбы исключен обелик с присоединение а ну давайте сходу закончим япония связь разорван отлично отличный сетевой код фераксис он даже че-то в чат написать успел добрый вечер джеймс написал суши мы серину заходит же за японию даже не за францию нет уже логику понимаете по моему уже как тут что происходит сохраняем сохранил может купить полководца за веру нафига мне ее копить и 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 генерал у тебя бразилица она чем тут столько морского пространства бесполезного ужас такая типичная морская карта получилась это сервис все увеличивает и увеличивает армию да ладно и речу их не знаю как то это все напряжено меня волнует что у тебя и морская армия есть у тебя явно больше чем наша благодаря венецианской этой хрени и наземная вот этими самолетами красиво около кордовы такие домики вокруг святого места полукругом а подвисло что описано ожидание игрока sirius sirius ты ходишь а просто у меня до таймера нету и пишет шаймсов нету блин вечно забываю про первых ракетостроение шахту построить и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Okay Не, ну это какая-то хрень, конечно Я, честно говоря, думал тут все типа отменится сразу Не, конечно, фигня это вообще То есть оборонка, союз и все такое, ну блин Естественно, я даже не шел в гадерное оружие, случив союзы все эти Что за бред? Не, ну по идее должен быть штраф... Не, ну подожди, предположим, это можно было бы... Ну почему нельзя воевать дальше? То есть я просто скидываю бомбы, и вы мне ничего сделать не можете То есть получается на бразильце точно так же могу скинуть? А вы не можете прийти, армия меня захватить, вообще ничего сделать не можете Ну я говорю, супер Надо же, они нарисовали урана Радиоактивное загрязнение Да, странно Ну, я предлагаю, честно говоря, тогда сейв загрузить Потому что это... Ну, по-моему, тут ничего игрового нету тогда получается Да, естественно, да Ну да, да, тут как-то и вообще... То есть я могу просто кидать бомбы... Ну так как я первый их построил, могу кидать бомбы, а вы мне ничего сделать не можете вообще Итак, объясню, что произошло Уже следующая серия начнется с сейва А тут, в общем, такой глюк, оказывается, в шестой цивилизации есть Что когда заключен оборонный союз, то атомные и ядерные бомбы все равно можно кидать Но при этом война не объявляется И тут я возвращаюсь к нашему игроку, который играл за Америку под ником Джоэл В одной из прошлых игр Я бы даже сказал, для меня предыдущей игре вот перед этим Он, в общем-то, победил, потому что забросал всех атомными бомбами Причем я помню, что там его соперники что-то говорили по поводу того, что не могут с ним воевать Но все сошлись на том, что он победил Хотя там, оказывается, был именно тот же самый глюк То есть он специально со всеми заключил оборонный союз, вот этот защитный И под видом защитного союза на всех поскидывал атомные бомбы Проблема в том, что очень мало игроков, которые вообще пишут о проблемах в игре Все предпочитают втихаря узнать какие-нибудь баги и их использовать себе во благо Я, собственно, поэтому и заключал защитный союз со всеми вокруг Потому что был уверен, судя по прошлым играм, что заключив оборонный союз, все равно можно воевать Но я даже не предполагал, что будет вот такой баг Что можно скидывать атомные бомбы, а война при этом не объявляется То есть, оказывается, в шестой цивилизации защитный договор Он предполагает, что вы друг другу реально не можете объявить войну Ни в каком виде, вообще никак Но существует баг, при котором сбрасывать атомные бомбы вы все равно можете Но война при этом не объявляется Поэтому я рекомендую, если вы играете в сети, пока этот баг не исправят Просто обговаривать это голосом Что атомные бомбы, ядерные ракеты при защитном пакте не сбрасываются К сожалению, есть люди, вот как те, о которых я рассказал Которые стараются баги всегда использовать себе на благо, не рассказывая о них А когда эти баги, знаете, вылазят наружу, узнает о них сообщество То эти люди начинают доказывать, что это не баг, а все нормально Так делать, конечно, нельзя, по-моему А на этом все Пользуйтесь дваги, сыграйте в умные игры И продолжение, надеюсь, будет завтра Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба Поставьте лайк Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно И поможет распространиться моему видео Ну и если вы хотите поделиться этим видео То я совершенно не против, а только рад Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях Или просто сообщите вашим друзьям Спасибо, что доставили до конца Удачи и играйте в умные игры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому